Приемник имеет встроенный электронный уровень и функцию компенсации угла наклона. Всем привет! С вами Александр Устинов и сегодня у меня на распаковке ГНСС РТК приемник EFT M1+. Поставляется приемник вот в таком вот компактном кейсе. В комплекте у меня сам приемник. Это вот такой достаточно компактный моноблок. О нем я расскажу подробнее чуть позже. Две аккумуляторные батареи к приемнику емкостью на 5000 мА каждая. Зарядное устройство на две батареи. Адаптер питания для зарядного устройства. Кабель USB, мини USB для подключения приемника к компьютеру. Радио антенна. GSM антенна. Пластина для измерения высоты прибора. Также у меня в комплекте есть контроллер EFT H3 с зарядным устройством. И крепление для контроллера наверх. Теперь я расскажу подробнее о самом приемнике. Итак, сам приемник. Приемник создан на базе платы на 440 каналов. Принимает сигналы всех основных спутниковых систем. GPS, GLONASS, Galileo и Beidol. Выполнен в форме моноблока. Имеет встроенный GSM модем. И также поставляется опционально со встроенным радиомодемом. Вес приемника 1,4 кг с установленной аккумуляторной батареей. На панели управления приемником имеется одна кнопка и три световых индикатора. Индикатор спутников, индикатор заряда батареи и индикатор связи. Степень пылевлагозащиты приемника IP68. Приемник выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 2 метров. Выдерживает падение на бетонную поверхность с высоты 3 метра. Рабочая температура приемника от минус 45 до плюс 65 градусов. Температура хранения от минус 50 до плюс 85. Приемник имеет встроенный веб-интерфейс и функцию защиты от краж. Работает приемник от одной литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА. Время работы от одного заряда батареи 12 часов в статическом режиме и 10 часов в режиме РТК. Встроенная память объемом 8 ГБ. Частота выдаваемых данных 1, 2, 5 Гц. Также опционально может выдавать 10 и 20 Гц. На нижней части приемника имеется резьба для установки наверху или на штатив через адаптер. Разъем для радио или GSM антенны. Компорт RS-232 5-пиновый лема для подключения внешнего оборудования. И мини-USB порт для подключения к компьютеру. Также снизу приемника имеется отсек для установки литий-ионной аккумуляторной батареи. Внутри батарейного отсека имеется слот для сим-карты. Приемник имеет встроенный электронный уровень и функцию компенсации угла наклона. Приемник может работать сервисом дифференциальной коррекции EFTX-FIX. Поддерживает подключение по NFC, Wi-Fi и Bluetooth. Ну и конечно одно из главных достоинств данного приемника это его цена. Стоимость приемника сейчас на сайте EFT от 150 тысяч рублей. За 150 тысяч можно приобрести роверный комплект приемника без контроллера для работы в РТК по GSM. Комплект приемника с контроллером будет стоить 200 тысяч. Как заявляет производитель, это недорогой функциональный приемник для решения большинства задач прикладной геодезии и кадастра. О его точности и надежности можно будет судить после проведения полевых тестов. Итак, это была распаковка и краткий обзор технических характеристик ГНСС РТК приемника EFT M1+. Я также планирую провести полевой тест данного приемника. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал. С вами был Александр Устинов. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok